Папа Телеч, последний сбор подошел к концу, я хочу попросить вас подвести его итоги. Ну, заключительный сбор, он короткий, и те задачи, которые ставили, мы частично их выполнили. Выполнили частично, почему? Потому что на этом сборе не удалось нам сыграть спарринг-партнера, не оказалось, и не удалось сыграть контрольную игру. Ну, мы провели двухстороннюю игру на хорошем уровне, ребята отработали, отработали. То, что касаемо самого сбора, все проходило, ну, скажем так, по сравнению с кипрским сбором, немножко не в тех условиях и не на том качестве полей, которое нам хотелось бы. Но мы осознанно шли на этот шаг, с учетом того, что начинать первенство в этих же условиях будет, весеннюю часть первенства страны. Поля будут приблизительно такого же качества, вязкие, не совсем ровные, и мы адаптировались к этим условиям. Отработали ребята на хорошем уровне, хотя было тяжело с хорошего поля переходить, с сухого, хорошего поля после кипрского сбора на эти вот мокрые, вязкие поля, все. И здесь и нагрузка шла, большая нагрузка на мышечный аппарат, все. Но ребята терпели все и отработали хорошо, я доволен результатами подготовки, все. И считаю, что команда к началу чемпионата готова. Павел Пантелеич, в целом, если говорить о всех сборах, о всей работе, проведенной зимой и в начале весны, какую бы оценку вы по пятибалльной системе поставили этой работе? Ну, по пятибалльной системе, если брать, то где-то на твердую четверку мы отработали с учетом тех условий, которые были. И в Воронеже погодные условия не совсем хорошие были, да. И здесь вот на последнем сборе, на Кипре, тоже качество полей было не очень хорошо, но там хорошая. Там шла такая, в игровом больше плане наигрывали мы связи, все. На твердую четверку. Что касается итогов селекции, проведенной зимой, пару слов на эту тему, скажите, пожалуйста. Ну, мы шли на то, что мы брали ребят, которые, практически всех ребят, которых мы взяли, за исключением вратаря Мельниченко, который пришел с другого чемпионата, играл там в чемпионате своей страны на высшем уровне, на высоком уровне в премьер-лиге по нашим меркам российским. А все ребята, которые пришли, это игроки со второй лиги. Молодые, перспективные ребята, у которых есть огромный потенциал и самое главное, огромное желание прогрессировать, расти и прогрессировать. У них для этого все есть, и с прицелом на будущее мы и брали этих ребят. И надеемся, что мы не ошиблись в выборе этих кандидатов ребят. По той работе, которую они показали на предсезонных сборах, по тем играм, в которых они участвовали, все у нас на сегодняшний день все удовлетворяет. Кто-то из них имеет шанс уже в первых играх чемпионата попасть в основу команды? Шанс имеют все, и кто-то из них обязательно будет играть в основном составе первой игры.